МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Спасибо, садитесь. И я приглашаю на эту сцену нашего первого лектора Германа Константиновича Будникова, профессора Химического института Казанского университета. Здравствуйте, дорогие студенты! Здравствуйте! Спасибо, замечательно, дружно. Ну, разрешите, меня уже представили. Я постараюсь неофициально быть простым языком, популярно изложить историю появления краски. Я сказал, что краска и краски – это замечательные вещи. Появление красок и рисования относятся к доисторическим временам. Краски были известны еще задолго до того, когда о них появились описания, рассказ. Красочные изображения дошли до наших дней. И поэтому мы можем говорить про историю краски. Самое интересное, интригующее – это то, что краски – это объект, это предмет изучения в химии. Есть такая наука – химия. Но тогда, когда появились краски, химии не было. Вот парадокс. Химии не было, не было науки. А краски были. Причем очень давно эти краски появились. Люди жили в пещерах, но им хотелось разукрасить свой быт, изображения какие-то создать, которые описывали их поведение, быт, охоту, животных, вот и все, что их окружало. И без краски здесь нельзя было обойтись, потому что без этого было бы все серо, надуманно, неинтересно, непривлекательно, депрессивно и прочее. А краски всегда повышают нас настроение. Пожалуйста, следующий рисунок. Вот, сравнительно недавно, ну, если в историческом плане, это когда было на днях, французские археологи на юге Франции нашли пещеры. И в этих пещерах вот это изображение. Это тарпаны, это лошади, предшественники наших лошадей, которые жили примерно 40 тысяч лет тому назад и еще раньше. И вот это изображение этих вот тарпанов. Пожалуйста, следующий рисунок. Это уже изображение другое, может быть, оно вам покажется не очень четким, но это изображение антилопы. Нашли у нас на Алтае. Алтайский край, богат пещерами, там тоже есть изображение, есть и наскальные изображения, то есть выходящие на дневную поверхность. И вот это то животное, которого уже нет. Оно тогда уже там жило, сейчас оно находится, обитает его ареал в Африке. Но я хочу сказать, что видите, изображение красочное, красками, значит, дошло до наших дней. Так, еще что вы? Здесь вот маленький носорог, как я вижу, да? Вот. Ну и вот данный размер. 36 тысяч лет назад это изображение было создано. Но не только в этих местах. Вот внизу есть наскальные рисунки в Карелии. Это уже наши края. Это недалеко от Онежского озера. Причем им 5-7 тысяч лет. То есть они на поверхности, как говорят, на дневной поверхности. То есть на них светит солнце, на это изображение, дождь идет, снег, зима, лето, все. И все равно они, видите, в первозданном виде. То есть изображения видны. И это все краски. Такая их устойчивость. Так вот, что такое краски? Значит, краски – это общее название веществ, которые обладают способностью дать цвет. Есть, так сказать, в каждой краске есть собственно то, что является носителем цвета. Его называют пигментом. Это в переводе с латинского означает краску. Значит, таким образом люди с данных времен ознакомились вот с этими веществами, с различными, которые являются или которые передают, собственно, краску. Какие это вещества? Какие это, так сказать, ну, порода, там, различные минералы, глины, вам всем знакомы. Какие бывают глины? Темно-красные, бордовые, желтоватные, желтые, белая глина. Белая глина, например, замечательный материал для производства фарфоровой посуды. Бывает голубая глина. То есть глин много. Почему? А потому что в глине есть компонент, вещество, несущее, собственно, цвет, придающий им оптические свойства, собственно, краску. Но не только глина. Использовали различные минералы. Были камушки красивые, цветные, породы различные, горные. Вот все, что окрашено, все собирали постепенно. И затем получали эти краски. Как их получали? Брали, например, большой камень плоский, на него клали эти камушки, а другим камнем ударяли и перетирали. И получали порошочек. Пудру. Чем тоньше пудра, тем лучше она, тем лучше получилась краска. А для того, чтобы эта пудра не улетела, не сдула бы ее ветром, ее замешивали на какой-нибудь жидкости. Чаще всего в начале это был жир. Тот самый жир, который получался при приготовлении пищи. Но он был неудобен, он мог мазаться, пачкаться и все прочее. Создали другие вяжущие вещества, на которых замешивали этот порошочек. То есть пигмент, то есть по-другому эту пудру. Масла. Масла, которые получали из семян. Льняное масло, подсолнечное масло можно. Еще лучше конопляное масло и другие масла. Они не всегда хорошо высыхали. Добавляли к ним другие компоненты. Например, так называемые секативы. Это капельки жидкости, которые появлялись при подсочке сосен. Вот весной, когда все оживает, сосеньку вы можете кустик сломать, и там пойдет такая жидкость, вот эта живица. Она тоже используется для того, чтобы создать вот эту самую краску. Ну, одним словом, время шло, цивилизация развивалась, и люди научились вот эти пигменты добывать, очищать, и в конечном счете получить уже продукт, который можно было на рынок принести и продать. Пожалуйста, следующий рисунок. Вот как выглядит набор на прилавке у торговца сейчас. Вот эти самые пигменты, носители цвета. Их можно сгруппировать по названию. Названия появились не сразу, потому что разные места происхождения этих пигментов, но все-таки название какое-то было, и уже могли люди друг другу сообщать, что им хочется. Ну, вот простой пример. Вот железо вам всем знакомо. Если железную проволоку, железное какое-нибудь изделие бросить где-нибудь там, ну, или оно упадет, или попадет в воду там, оно ржавеет. И вот эта ржавчина, налет на железе, это пигмент. Называется он железный сурик. И на нем можно сделать краску. Вот товарные вагоны, которые мы с вами знаем, они все покрашены железным суриком. А потом появляются другие соединения, тоже на основе железа. И постепенно им дали определенные названия. Охра, охра темная, охра светлая, ультрамарин. Это тоже соединение железа. Это ультрамарин. Это вот цвет, ну, приблизительно вот этих наших вот кресел, на которых вы сидите. Бывает еще поярче цвет, погуще и так далее. Берлинская лазурь. Потом, например, киноварь. Киноварь – это минерал. Это ртутные соединения. Но это потом узнают, что ртутные соединения. А пока узнали, что какой-то красивый камушек, оранжевого или красного цвета, его можно использовать, перетолочь, перевосить в пудру и дальше их пользоваться как краской. Ну, дальше люди имели дело с другими металлами, но в древности этих металлов было очень мало. Имели дело со свинцом. А потом обнаружили, что если свинец долго нагревать, добавлять там всякие там компоненты, варить эту кашу, если так можно сказать, из свинца, то получается красный пигмент, которым пришел название свинцовый сурик. Это лучшая краска для кораблей, когда красит днище, чтобы корабли выдерживали воду на ее воздействие, потому что вода вызывает тоже коррозию. Так вот, против коррозии краски использовались для сохранения. Так, теперь вот некоторые эти краски можно было уже объединить по группам. Пожалуйста, следующий рисунок. Вот. Ну, это просто в качестве примера. Не думайте, что только в Италии. Значит, теплые тона земляных красок в Италии. У нас тоже есть свои места, и тоже можно подобрать теплые тона в таком же формате. Значит, коричневые, светло-коричневые, буроватые, болотные, желтоватые, темно-желтые. Вот это все пигменты. Их совокупность вполне определенная. Тут нет ни ультримарина, то есть голубой окраски, нет яркой зеленой. В свое время люди стали заниматься с такой проблемой. А токсичны они или нет? Вредны ли они для здоровья? Оказалось, что, слава богу, нет. Что краски в основном нет токсичны. Кроме одной. Ярмедянка. Это яркая зеленая краска, потому что она содержит мышьяк. Так, идем дальше. Итак, выводы после этого небольшого разговора. Краски, пигменты в основном происхождение минерального. Вот об этом, о минеральных красках мы будем дальше вести разговор. А вы можете спросить, а что, бывают еще другие краски? Да, мир красок ужасно богат. Кроме минеральных красок, вот те, которые из различных пород, из различных камушков, из различной глины получали, еще есть гигантский перечень различных красителей животного и растительного происхождения. Действительно, есть букашки, таракашки, есть листочки, есть осенние листочки, есть ранние, которые возникают только-только из почек и так далее. Вот эта вся цветная палитра, весь этот наш красочный мир, это мир органический. Об этом говорить мы не будем, потому что здесь уже без химии не обойтись. А то, о чем я говорю, здесь, как видите, химии нет. Есть пигменты, какого они состава, неизвестно. И люди ими пользовались, не зная, в течение многих тысячелетий, из чего они состоят. Это ужасно интересно казалось. Теперь идем дальше. Итак, самый разговор интересный, что эти минеральные пигменты, краски, их не такое большое число, ну, максимум 15-20 всего по числу. Однако они применяются многократно, в разных формах. И вот о формах их применения, в различных случаях, мы будем дальше вести разговор. Пожалуйста, пример. Значит, почти 2,5 тысячи лет тому назад древние греки освоили производство вот этих вот сосудиков, которые называются амфоры. Значит, как происходит это создание? Ну, глина вам понятна, глина месяц получает, значит, изображение, форму, создают на гончарном круге, гончар, производитель этого всего дела. То есть сосуд готов. Потом его в печку. В печку его прогревают до высокой температуры. Потом, когда остынет, внимают. А потом начинается раскрас. Причем, чем красит? Ржавчиной. Вот если тоненький слой ржавчины нанести, будет светлый такой цвет, терракотовый, как говорят. А если я повторно изображу, нанесу, будет темнее. А если еще раз, еще темнее, в конце концов, можно получить даже черный цвет. Состав-то первого, первичного пигмента, один и тот же ржавчина. Однако многослойность его покрытия позволяет дать такой рисунок. Этому рисунку 2000 с лишним лет. И он такой устойчивый. Это ваза, амфора у нас в музее, в Бермитаже, в Петербурге. Вы можете это все посмотреть. Это все доступно. Теперь, пожалуйста, следующий слайд. Вот. Это античный мир. Мы продолжаем. Древняя Греция. Древние греки широко использовали различные вот эти пигменты. Замешивали их на различных связывающих веществах. На чем? Оказалось, что яйца обычные могут быть использованы. А еще лучше желток. Некоторые художники до последнего времени использовали желток и используют для замешивания вот этого пигмента и получения краски для непосредственно использования. Например, Николай Рерих, очень часто известный художник, часто использовал вот такую технологию получения краски непосредственно перед рисунком, изображением. Ну и так далее. Вот древние греки тоже использовали желтки и яйца для замешивания и получения красок. Использовали для рисунка внутри помещения, то есть для интерьера, для декорирования стен в интерьере. Но и потолки тоже часто разукрашивались уже в храмах. Так называемая фресковая живопись. Это все примеры. Значит, примеры, смотрите, порошочков, то есть пигментов. И вот желток, туда добавляем порошочек, мешаем ложечкой и получаем готовую краску, которую можно уже наносить на стену. Или там на что? Можно на дощечку. Иконопись. Так происходит, тоже создается изображение на иконах. И так далее. Вот эти примеры есть. Так, пожалуйста, следующее еще. Это вот уже фрески, так, верхняя часть помещения в храмах. И вот еще один рисунок слева наверху, тоже из древнегреческого изображения в храмах. Наружная часть зданий в Древней Греции, она не декорировалась, не разрисовывалась, потому что делалось все из мрамора. А мрамор сам по себе носитель, так сказать, красоты и цвета. А вот внутренние помещения, конечно, разукрашивались, и вот таким путем. Но не только использовали желток и яйца, могли использовать и молоко. В молоке есть казеин. Вот, собственно говоря, та творожистая масса, которую мы употребляем все под названием творог. Эта масса может быть тоже использована для замешивания, создания соответствующей краски. Теперь идем дальше. Сейчас маленький такой скачок вперед. Древняя Греция, этот период закончился, потом наступает период, когда само окрашение и использованный красок не получило такого большого распространения. Но в VII веке создается гигантская империя под названием Арабский халифат. Халифы, они поощряли искусство. И это искусство, оно национальное, своеобразное, быстро распространилось по Северной Африке, в Испанию, Ближний Восток, Дальний Восток, дошло и до наших нынешних регионов, то есть Средняя Азия. Вот это искусство, оно нашло отражение в использовании специальных плиточек, тех же самых глиняных, на которые наносились вот эти самые краски. Это называется фасадная роспись. Фасадная роспись, фасадный декор. Это наружная часть здания, которая украшалась вот этими самыми красивыми плиточками. Ну, конечно, цвет был свой, так сказать, оригинальный. Тот, который позволил это все осуществить. Пигменты зеленые, синие, где-то чуть желтоватые, были в распространении, ну и их используют широко для этого декора. Вот это здание современное. Его построили недавно. Это гостиница в Самарканде. То есть кто турист хочет посетить Самарканд? Это древний город. Там очень много вот этих самых зданий, декорированных там в XI веке, в XII веке, то есть очень давно. Но есть и современное здание, которое декорировано уже в старом стиле, но построено сейчас. Это гостиница. А можно подумать, что это мечеть. Теперь едем дальше. Значит, вот этот фасадный декор, то есть декорирование наружной стороны здания, особенно фронтонная часть, которая смотрит на вас, это парадная. Эта техника получила большое развитие. И эта техника, наверное, господствовала тысячелетия. То есть такой большой период. И получила большое распространение не только в мусульманских странах, Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Испания, но и в Европе. В средневековую Европу тоже стала использовать этот декор при строительстве некоторых зданий. Не всех, но в частности отдельных. Тут вот пример есть. Декор, видите, один. Это одно из церквей. Это слева наверху. А справа – это современный коттедж. То есть я хочу подчеркнуть, что было тысячу лет тому назад и что сейчас в отношении украшения с этими вот плиточками красивыми, с которыми имеет глянцевое покрытие, оно так, скажем, не изменилось. А как называются эти плиточки? Они получили название кафель с покрытием, глазурью. То есть глазурь – это тот материал, который напоминает материал для производства стекла. Вот стекло, стекло ведь создают с песком, смешивают с содой, а потом при высокой температуре варят в большой гигантской кастрюле, если так можно сказать. Так вот этот материал можно нанести на глиняную дощечку и развести, и получить кафель с таким гладким покрытием. А потом этот кафель можно тоже разукрасить. Точно так же, как вот амфору. Значит, нарисуем что-то, дадим другой цвет, потом снова в печь с высокой температуры, потом выйдем и получим изделие, которое можно будет потом прикрепить и декорировать здание. Вот эта техника декора с использованием этого кафеля получила большое распространение. В конце XVIII века один предприниматель, если так можно сказать, это современным языком, фамилия его Андрей Будников, это мой прадед, в Витебске организовал производство вот этих плиточек. И потом их стал использовать для декорирования печей. Печи обычные, в домах, в избах. Причем эти печи, они получили большое распространение. Вот пример печи, декорированной вот этим кафелем. Дальше дело пошло довольно-таки широко. Его сын, то есть мой дед, Петр Андреевич, организовал гигантское производство в Смоленске. И за успешную работу в этой области получил на выставке в 1900 году в Париже гран-при. Таким образом, из Ростовой печи, вот такое название, оно получило большое распространение. Так, теперь вернемся опять чуть-чуть в старые времена, когда вот это самое декорирование сосуда разных емкостей, тарелочек, чашечек, блюдца и все прочее. Это декорирование можно было делать в меньшем масштабе, используя вот те же пигменты, о которых я вам говорил. Вот вам пример кувшина, сосуда. Знаете, древний он. Он разукрашен вот этим самым материалом, пигментом синего цвета, ультрамарин. То есть ультрамарин, порошочек замесили на какой-то жидкости, ну, например, на скипидаре, нарисовали, а потом в печь. В печи этот скипидар исчез, испарился, а сам пигмент остался, причем он расплавился и вошел в верхнюю часть сосуда навсегда. И вот это изделие, видите, он показывает самый декор того периода. То есть достаточно интересные вещи. Теперь, пожалуйста, следующий рисунок. Существует очень большое разнообразие различных случаев применения этих пигментов. Вот одна из тарелок. Очень давно сделана. Заметьте, здесь такая, знаете, своеобразная технология. То есть и технологию тоже можно менять вместе с пигментами, вместе с красками, вместе со способом нанесения этих изображений. Тут даже есть золотая каемочка, золото. Золото можно произвести в виде пыли, тончайших таких частичек, и нанести тоже так же рукой, а потом, когда вы помещаете в печь, оно встраивается, как бы прилипает навсегда к этому сосуду. И мы имеем такое изделие. Это продукт, так сказать, изобразительного искусства, прикладного искусства, керамического искусства, которое говорит о том уровне культуры, которое в то время было в соответствующих странах. Как видите, люди, конечно, овладели этим искусством, и эта традиция, она и сейчас сохранилась. Мы тоже можем многое видеть, что производится, и на выставках это все предстает. Теперь едем, пожалуйста, дальше. Теперь вот уже, знаете, ближе к тому разговору, который только сейчас с вами вел. Значит, как происходит разрисовка? Значит, с помощью, значит, печи, глины и искусства создателя можно сделать блюдо. Блюдо помещаем в печь, поджариваем в кавычках. Она там запекается, когда она остынет, мы вынимаем, можем им пользоваться. Но потом можно нанести рисунок на это блюдо. Вот тут кратко изображено, как наносится этот рисунок. Смотрите, значит, рисунок. Маленькие сосудики, тарелочки блюдца, в них пигмент, туда помещают жидкость, чаще всего скипидар, замешивают, получают такую кашицу, а потом хорошей тоненькой кисточкой, либо колонковой, либо бельчей, рисуют соответствующий рисуночек. Тут фантазия художника. Потом, значит, когда рисунок создается, причем, заметьте, тут такие есть тонкие моменты, тут даже глаз птички имеет свой зрачок. Его видно, насколько тонко можно передать детали изображения. А потом, значит, мы это помещаем в печь и запекаем. скипидар испаряется, сгорает, без остатка, а изображение остается навсегда. Так, пожалуйста, едем дальше. А это уже мое произведение, то есть нашей семьи. Когда я увидел вот то, что было на предыдущем рисунке, я был в это время в Ленинграде, сейчас называется Петербург, город, это было очень давно, была конференция, во время конференции у нас был турпоход, я пошел на императорский ленинградский фарфоровый завод, попал в цех, где идет разукрашивание, поговорил с людьми, искусницы, художницы, опытные женщины, они рисовали. Я с ними разговорился и увидел, как это все делается, познакомился с технологией. Через два или там три года на другой конференции я тоже познакомился с другими людьми, а они имели отношение к этой росписи. И мне подарили несколько наперстков вот этих самых пигментов. Я приехал домой, и мы всей семьей собрались и решили что-то нарисовать. Достали кафель с трудом, потому что в то время кафеля не было. Тогда не было интернета. Все нужно было изобретать из головы или из разговоров с художниками. В итоге мы нарисовали вот эти кафелинки. Кафель сфотографировали, и вот я вам показываю. Вот он здесь. Есть кто хочет посмотреть, я вам покажу. Уже я конкретно его принес. Это мы храним дома для памяти. Значит, самый правый нижний рисунок это мое изобретение. Я был в летнем саду в Петербурге, а там есть домик Петра. Петр Первый, когда создавал это, он только что приехал из Голландии. И голландский мотив перенес с собой. Вот он здесь отражен на этом самом кафеле, кораблике. А три остальные рисунка, это скопировали мы открыток, которые изготавливала, выпускала международная организация ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ – это организация помощи голодным детям, ну, прежде всего, африканцам. Значит, вот этот рисунок мы решили перенести на кафель. Вот, пожалуйста, можете посмотреть. Как видите, здесь нет зеленого. Зеленый пигмент мне не дали, поэтому я воспользуюсь только тем, какой вот был. Теперь едем дальше. Пожалуйста, следующий рисуночек. Это продолжение разговора о том, что эти пигменты, о которых я вам говорю, можно использовать и в других случаях. Вот есть такое понятие, как варка стекла. Стекло обычно то, которое пропускает свет, закрывает помещение от уличного воздействия. Мы имеем форточку, окно, прозрачное стекло. Но при варке стекла можно добавить туда эти пигменты. И тогда стекло будет окрашено. Получается типа светофильтра. Мы светофильтры тоже знаем, очки бывают цветные и так далее. Так вот, можно создать мозаику из цветного стекла, придав определенный рисунок, причем обязательно, чтобы свет проходил. И вот такое устройство носит название витража. Витраж это тоже декоративное искусство с использованием цветного стекла, имеет уже тысячелетнюю историю. Вот здесь как раз дано изображение, ну, это, знаете, как пример, не думать, что-то единственное. Таких примеров очень много. И в нашей стране в 12 веке уже был витраж. Использовали его в храмах при строительстве церквей, то есть вместо прозрачного стекла использовали цветной витраж. И, конечно, помещение в церкви, оно было, так сказать, немножко таким, знаете, ну, не столь ярким. Так, пожалуйста, едем дальше. вот уже еще одна разновидность использования цветного стекла, другая технология. Это уже здание тоже такого позднего периода в Самарканде. В Самарканде вообще много примеров. Вот используем такого декоративного технологического решения при строительстве зданий. Так, едем дальше. вот продолжаем разговор о витражах. Итак, цветное стекло, оно имеет старую историю. Верхний левый рисунок, это цветное стекло, пять тысяч лет ему, оно было создано впервые в Египте, страшно давно. А нижнее с ним, это уже современное стекло, это декор, такой абстрактный рисунок, витраж, по существу. А правая часть рисунка, так, это не занавеска, это не какая-то такая мозаика, это стекло, витраж, видите как, цветочки, как будто занавесочка, как будто такой, знаете, уют создается. Это очень красивое такое декоративное искусство, конечно, оно очень трудновато, но, тем не менее, его освоить можно, и это очень ценится. Так, поехали дальше. Вот, теперь мы переходим к примеру живописи, масляные краски. Конечно, вы, наверное, были многократно в музеях, на разных выставках были, и все это вы видели, и это, знаете, в двух словах не скажешь. У нас периодически происходят выставки известных художников, вот был Серов Валентин, и другие выставки часто бывают. У нас недавно была выставка Коровина, в нашем здесь музее изобразитель искусств. Все это знакомо, доступно, но вот этот пример особый. Ведь я с чего начал сегодняшний разговор, что я не буду говорить про химию, ведь это краски, это все химия, это все высокотемпературная химическая технология, производство цветного стекла, это все химия, но, как видите, можно не говорить слово химии, не говорить про технологии, а говорить про то, что получают люди, вот стекло витворили пять тысяч лет тому назад. Там о химии вообще не знали ничего, и понятия этого не было и химия. Так вот, художник Куинжи, знаменитый художник, замечательная картина, картина называется «Лунная ночь на Днепре». Вот когда он создал эту картину, он пригласил людей смотреть. На что он сам не ожидал, что так может получиться. Ночь, луна и отражение ее в воде в спокойной Днепре. Когда пришли люди, художники, специалисты, критики, аристократы, богатые люди, члены императорской фамилии, те были, и думали, как так? Не верили, что могло получиться. Заходили за картину и с той стороны думали, а там может лампочка горит? Ну, лампочка могла бы и гореть, но она никогда не дала бы сплошной через картину свет, потому что краски глухие, тем более они наносятся на холст, он не пропускает света, а такое впечатление, что свет горит с той стороны. Так вот, тут говорят историки, хотя это все на уровне мифологии и преданий, Куинджи говорил с Менделеевым, великим химиком, а Менделеев, конечно, знал толк в красках, и он ему какое-то сделал предложение, и тот использовал особую белую краску, нанес, вот создал луну, а потом ее отражение в спокойной воде Днепра. Как видите, здесь высочайшее искусство, и, конечно, умение пользоваться теми достижениями, которые дает, как говорят, человеческая цивилизация. Теперь едем дальше. Это продолжение разговора, в каких формах могут использоваться те же самые пигменты, которые были открыты несколько тысяч лет тому назад. Значит, всем известны мелки, мел, в школе используем, но можно мелки делать цветные, это не трудно. То есть, существуют карандаши без оболочки, и вот искусство использования этих цветных мелков, значит, это использование по существу пастель. Пастель – это от слова итальянского паста, это, значит, паста вам знакома, да, тесто. Вот она затвердевает, дает нам такие карандашики, и идет, значит, использовать для создания рисунка. Значит, это дега, да, дега, голубой катанцовщицы. Значит, как мы видим, здесь это изображение, оно не совсем живопись, это некий промежуток между графикой и живописью, но, тем не менее, это изобразительное искусство, и импрессионист дега владел этим искусством очень в совершенстве. Едем дальше, уже скоро заканчиваем. Акварельные краски все вам знакомы. Вы пользуетесь многократно, еще, наверное, из детского сада. Те же пигменты, которым несколько тысячелетий, но только они на клее. Клей имеет способность набухать. Капните водички, он набухнет, и вы кисточкой можете переносить краску на рисунок. Что здесь важно? Дальше едем, что важно. Вот, каково можно достигнуть с помощью акварельной краски? Это не фотография, это рисунок. с помощью акварельной краски. Помещение Эрмитажа. Когда эту комнату после войны, простите, не комнату, а когда этот зал после войны реставрировали, то использовали вот эту картину акварельную, и тогда могли детали там сказать обнаружить, увидеть, повреждены они или нет, как фотографическое изображение, потрясающе, тонкое, и все передает, каково искусство передать с помощью акварельной краски изображение зала. Дальше едем. Вот вам пример использования акварельной краски. Это тоже, знаете, живопись, но она, знаете, занимает промежуточное положение между собственной живописью и графикой. Здесь большой роль играет бумага. Ошибиться нельзя. Если вы не так положите кисточкой, то уже рисунок будет испорчен, потому что вы и стереть не сможете. Когда у вас живопись маслом, масляной краской, то вы можете, конечно, стереть растворителем, там, механически, тряпочкой, или как-то. А здесь нет. Здесь нужно все сохранить как есть. Поэтому опытная рука надо приобретать. Вот почему нужно акварельной краской пользоваться чаще, чтобы, как говорят, набить руку и уже, чтобы все у вас было бы здесь хорошо. Так, поедем дальше. Итак, собственно, разговор короткий сегодня об минеральных красках, о пигментах, он заканчивается. Но открывается новый мир органический. И вот здесь пару примеров. Значит, что является носителем органического цвета? Ягоды. А какие ягоды вы знаете? Особенно в средние века использовали давно голубику, чернику, в какой-то степени малину. Они такие интенсивно окрашены. И, кстати, окраска чрезвычайно полезна для человека. Это по существу провитамины. Очень хорошо работает для глаз, для зрения. Так что темные ягоды нужно есть всегда. Ну, а вот еще есть краска, которая получается из шелухи лука. Тоже можно этим отваром пользоваться как краской. Так что примеров много. Но я на одном последнем примере остановлю ваше внимание. Это получаемая краска из моллюска. моллюск вам знаком. Такая ракушечка. Там что-то живет. Рабы в Древнем Риме собирали этих ракушечки. Их укладывали рядом на берегу. Летом там сумасшедшая жара. Это все выгорает, портится. И в ракушечках остаются только какие-то остатки порошочка. Этот порошочек собирает и получает лучшую в мире краску пурпур. Либо интенсивного красного цвета, либо густого триумфального, либо немножко с фиолетовым оттенком. Эти краски и сейчас живут так долго. Но мир развивался, появилась наука химия, и все это уже научилась химия делать сама, без природного материала, как говорят, синтетически. На сегодняшний день промышленность, производящая краски, это промышленность, имеющая дело с сотнями тысяч тонн краще вещества. Ну, это разговор уже отдельный. Так, теперь я хочу завершить, пожалуйста, вот, завершаю стихом Акуджавы. Он доступен в интернете. Вы можете это посмотреть. Я не буду его читать. Я только хочу сказать, о чем речь. Рисуйте, он предлагает. Берите кисточку, одну, другую, третью. Берите краски, одни, другие, третьи. Наносите цвет один каждый чему. Зеленый травке, черный там какому-то затемнению, фиолетовый или там, допустим, синий отражение моря или неба и так далее. Наносите кисточкой каплю за каплей, мазок за мазком. А потом что? А потом может ничего не получиться. Так вы не переживайте. Вы же когда делали, вы что-то хотели. Потом вы можете повторить, а в памяти у вас останется большое желание нарисовать картину. Ну, а это означает, жизнь идет дальше. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова